Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире бизнес-класс на Финам-ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, мы, как всегда, в эфире нашей любимой программы встречаемся с успешными бизнесменами России и разговариваем с ними, ну, разговариваем о чем угодно, в принципе, мы можем разговаривать, хотя, конечно, преимущественно, наверное, говорим о том, как стать успешным в бизнесе, мы просим их, чтобы они делились с нами этими самыми интересными историями. Я думаю, сегодняшний эфир не будет исключением, хотя мы можем поговорить, повторю еще раз, о чем угодно. Я, прежде всего, представлю своих гостей, сегодня две очаровательные гости в студии Финам-ФМ, это Айгюль Мусаханова, добрый день, Айгюль. Добрый день. И это Юлия Федоришина, добрый день, Юлия. И в целом, это две основательницы и руководительности ресторана Рибамбель, правильно произнес сейчас? Я долго тренировался за эфиром, меня поправляли мои гости, у тебя, кстати, об этом поговорим, да, есть стандартная ошибка, кстати, почему вдруг, почему, откуда, на слух, видимо, так как-то ложится, да, Рибамбель, Рибамбель. Видимо, легче произносить людям русским. Вот об этом мы тоже сегодня поговорим. Тема эфира нашего – оригинальные концепции столичных ресторанов, рестораны семейного досуга в Москве. Вот мои гости, собственно, основательницы как раз одного из таких ресторанов. У вас сеть или пока единственный экземпляр? Пока единственный. Пока единственный. Ну, это здорово. Ну, что ж, давайте сразу начнем. Вопрос главный, я бы сказал, ключевой, стратегический, принципиальный. Почему такое название, Юля? Это лучше, Юля. Давай. Все задают этот вопрос. Слово неизвестно. На французском сленге оно означает много детей. Вообще слово Рибамбель на французском означает много, может быть, много чего угодно, но вот на сленге все французы, у них возникает на подкорке именно с детьми ассоциация. То есть семья, где много детей, да, ее называют Рибамбель. Место, где много детей. Место, где много детей. Место, где шумно, да, где кричат, где плачут, дерутся, ломают игрушки. Как вообще выглядит место, где много детей, Айголь? Вы знаете, оно выглядит очень веселым, позитивным, шумно. В хорошем смысле шумно. Безусловно. Есть, конечно, дети, которые дерутся, но как-то вот у нас это нечасто практикуется, потому что у нас дети все-таки под присмотром, и у нас там есть целая программа. Им интересно, да. Они разбиваются по группам интересов, и в принципе... Ну, я предположу, да, уважаемые леди, что вы связали свой бизнес именно с Рибамбелью. Рибамбель. С Рибамбелем или с Рибамбелью? Рибамбелью, чем Ю. Да. С Рибамбелью. Нет, лучше с Рибамбелием тогда уж, хотя я думаю, наверное, не склоняется. Хорошо. Тем не менее, вы связали свой бизнес с местом, где много детей, именно потому что... А, предполагаю, детей вы любите. Да. У вас у самих наверняка их много. Ну, или, по крайней мере... Трое на двоих. В планах, по крайней мере, да? Настроено двоих, да. Детей вы любите. По какой-то причине, да, ресторанный бизнес тоже близок вам, наверное, опять предполагаю. Вот на эти вопросы, да, давайте сейчас мы начнем отвечать. Айгуль, да, с вас? Ну, давайте. Давайте. Почему так оказалось, что этим вы занялись, собственно? На самом деле, мы работали в большой корпорации финансовой, и через какое-то время мы поняли, что мы хотим сделать что-то свое. Ну, между принятием решением сделать что-то свое и работой, да, был некий промежуток. Я, например, была там во втором декретном отпуске, Юля была на MBA в Инсиаде. И потом мы встретились, и мы поняли, что мы хотим сделать что-то, но это должно быть что-то очень полезное. Именно мы сходили из своих потребностей. Мы хотели создать место, где будет одновременно комфортно и родителям, и детям. Мы очень любим проводить время с детьми, но также мы очень любим своих друзей. И вот так и пришла эта идея, сделать интересное пространство для детей, объединить его с хорошим кафе, рестораном. Я, тем не менее, напомню, что вы работали, да, до этого, как Игорь сказал, в финансовой сфере, с финансовой отрасли. Почему вот это новое свое, тем не менее, вы не связались с финансами? Я не знаю, банк собственный открыли бы, что ли, инвестиционную компанию. Тут огромные возможности. Ну, у нас не было потребности открыть банк, у нас и самих, я еще раз подчеркну, мы исходили из своих потребностей. Из своих личных. Да, и это, в принципе, потребность, она, наверное, не только наша, это больше присуще нашему поколению. Мы все уже выросли, у нас у всех есть дети, и мы все любим более-менее одно и то же, проводить время и с детьми, и с друзьями. Вот так мы и пришли к этой именно идее, а не к банку. Вы обсуждали ее, Юля, обсуждали? Конечно, у нас на самом деле был большой список разных идей. Первая идея была просто открыть что-то свое. Огласите весь список, у нас всегда очень интересно, что же за список это был? Ну, хотя бы несколько, да, несколько позиций. Ну, естественно, интернет как одно из направлений, потому что оно популярно. Интернет что-то, e-commerce что-то, да? Да, да, да. То есть, ну, там есть свои минусы, свои плюсы, да. И было еще несколько идей, но как раз у нас было основным то, что мы хотели сделать что-то свое. Мы хотели, чтобы у нас был партнер у меня, а теперь есть Айгуль, а Айгуль есть я, потому что все-таки вдвоем это всегда легче. И так как нас объединяла вот эта тема детей, мы, в общем, решили двигаться в этом направлении. И выбрали это направление как что-то, чего нам самим в Москве не хватало. И так как мы подумали, что мы, наверное, не уникальны, если нам чего-то не хватает, наверное, еще много кому не хватает. И просто заняли эту нишу, которая пустовала. Вот, вот, вот это очень важный момент. Действительно, этого не было на тот момент, да, когда вы начинали. И насколько это присутствует сейчас, да? Нишу вы заняли, одни вы там, Юля, Айгуль, одни? Ну, как нам кажется, именно в том формате, каким является Рибамбель, да, мы одни. Потому что это очень высококачественная еда в ресторане и очень высококачественная игровая площадка. И все это на большом очень пространстве. И самое главное, у нас, если взять глобально наше пространство, то оно поделено 50 на 50. 50 для детей процентов, 50 для родителей. Вот, потому что с точки зрения ресторатора, как мы общались с разными людьми, да, до того, как мы запустили свой проект, и они совершенно не видели никакого смысла отдавать так много пространства в помещении для детей. И как вы их смогли убедить, интересно? Нам не пришлось никого убеждать. Сначала, так как мы не были рестораторами, мы, в принципе, встречались с людьми, которые в этом бизнесе уже давно, посоветоваться, спросить какие-то вводные данные, да. Нам тоже надо было понимать для нашего бюджета, который мы строили. Мы встречались с людьми, которые уже в детской теме, мы встречались с людьми, которые уже в ресторанной теме. Все рестораторы нам сказали, что такая детская площадка большая, это просто смерть, это вы там могли бы поставить 100 столиков, у вас будет такая окупаемость, а так вы обанкротитесь. Все, кто из детской темы, говорили, что, ой, нет, ресторанный бизнес, это так тяжело, лучше туда вообще даже не влезайте. То есть просто детскую комнату, да, откройте и пусть... Ну, детских клубов же много, но на самом деле мы сами в детские клубы не ходим, да, и мы поняли, что для этого есть причина, почему туда не ходим, нам там делать нечего, самим как мамам. Поэтому мы решили никого не слушать и сделать то, что, как мы считали, вот то место, которое нам... Подожди, мы туда не ходим, нам там делать нечего, как мамам, что это значит? То есть там есть чем заняться ребенку, да, а мама сидит просто и следит, да, чтобы, не дай бог, там что-то не случилось. Да, именно так. А что делают мамы тогда в Ребамбель? Они пьют кофе, общаются со своими подружками, едят вкусные десерты. А папа приходит туда? Папа приходит, да. Мы, на самом деле, нам было очень трудно убедить пап приходить туда, но для нас был хороший сюрприз, показатель, когда мы увидели очень много пап в выходные дни. Вот, а они, на самом деле, с благодарностью отнеслись к этой концепции, приняли ее с благодарностью. То есть они говорят так, что раньше ты не знал, куда вообще пойти так, чтобы и тебе не помереть, и ребенку было весело. А сейчас вот они нашли такое место. Его ребенок отдыхает или занимается чем-то в творческой студии, он в это время сидит, может общаться с людьми. А, кстати, ребенок под присмотром, я так понимаю, да? Да, конечно. То есть у вас есть некий персонал, кстати, о нем мы сейчас поговорим отдельно, вот, который ребенком занимается и не просто следит за ним, да, сидя на лавочке, а, наверное, как-то еще и вкладывается. Да, конечно. Ну, там целая программа у них расписана, чем они занимаются. Для нас, на самом деле, таким очень положительным моментом было буквально второй или третий выходной, когда одна из наших гостей постоянных, которая нам не была до этого знакома, она очень искренне сказала, вот, она встретила просто меня в лифте и сказала, вы такое классное место открыли, мне и самой приятно, а главное, сюда же не стыдно папу привезти. И мы поняли, что, да, мы попали сюда, да, даже папу не стыдно привезти. Хорошо, я понял. Так, хорошо, значит, в этом случае, смотрите, да, мы с вами будем общаться дальше с прицелом на то, как выглядит вот это вот. Ну, можно, да, в принципе, вот, ребомбель разделить на две, на два бизнеса даже, можно так условно на два бизнеса? С одной стороны. У нас их, на самом деле, больше, давайте мы вам еще расскажем, что у нас там есть. Конечно, давайте расскажите. Наша вот эта игровая комната, то, что называется в кавычках, на самом деле это городок в миниатюре, и там красивые очень домики в миниатюре, каждый домик представляет собой какую-то активность внутри, один домик это поликлиника, соответственно, детки там играют врачей, один домик это салон красоты, один домик это кафе, у нас там есть даже добыча полезных ископаемов, где дети вымывают песок и добывают натуральные камни, обязательно натуральные, потому что это тоже своего, ну, как бы, образования, да, там дети смотрят, что, какие они бывают, и этот городок большой, который нас все пугали, что он не будет окупаться, он является также шоурумом для продажи этих домиков, мы являемся еще эксклюзивными дистрибьюторами этих домиков, это американские домики, и эти дома, они предназначены не только для коммерческих таких вот проектов, как наши, а еще есть дома для улицы, и мы продаем эти дома, ну, вот на садовые участки, для тех, кто живет за городом, они ставят просто во двор, и дети играют во дворе, и таким образом у нас на одной площадке два бизнеса. Два бизнеса, вы говорили про четыре. А есть еще один. У нас есть еще творческая студия, которая сама по себе является тоже отдельным проектом, потому что она не просто студия, которая возникает, да, по времени какому-то, она с 10 до 10 у нас работает, и можно прийти без записи и делать что угодно там. С 10 утра до 10 вечера? Да, от бус до свечек, причем очень сложные там вещи происходят. Айгюль, я прерву, и прошу прощения, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжить рассказ этот интересный. Ну что ж, уважаемые слушатели, давайте продолжим. Бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Айгюль Мусаханова и Юлия Федоришина, основательницы и руководительницы ресторана «Рибамбель». В Москве это эксклюзивное, я бы сказал, место, да, похожих пока нет, вот об этой эксклюзивности мы сегодня и говорим, очень интересно. Мои гости рассказывают, я напомню, тему мы назвали таким образом, оригинальные концепции столичных ресторанов, вот слово оригинальные, наверное, да, я сейчас подчеркну у себя в бумажке, по крайней мере, на него мы будем делать акцент сейчас. Рестораны семейного досуга в Москве, а это вещь все-таки более-менее известная уже, да, и до вас, да, существовали подобные заведения, но тем не менее, вот я. Слушаю сейчас вас, вы внесли некую свежую изюминку. Айгюль, давайте продолжим. Итак, заведение под названием «Рибамбель» с точки зрения бизнеса включает в себя четыре отрасли, я уже, да, так вот. Четыре бизнеса, да, направления. Четыре бизнеса, направления. Ну, мы уже поговорили про домики, поговорили про игровую площадку, и вот сейчас я немножечко еще продолжу про творческую студию, да, как отдельный бизнес, потому что действительно руководить этой творческой студией и вообще обеспечить ее жизнедеятельность – это отдельный проект. Но тем не менее, это часть «Рибамбель». И, ну, опять же, уникальность заключается в том, что мамы никуда не спешат к никакому времени, они могут просто привести в любое время с 10 до 10 ребенка и сделать вот от бус до свечей самых сложных. Я говорю, извини, пожалуйста, я вдруг вспомнил, что один из домик там, салон красоты, я говорю, заговорил о том, что мамы никуда не спешат, и вдруг показалось, что мама ведь она любит по выходным ходить в салон красоты, может быть, она вот в этот домик как раз и заходит, и решает в то же время еще и, да, и свои важные проблемы. Ну, возможно, да, но там все, естественно, игрушечные. Да. А также у нас есть танцевальная студия балетная. Там у нас преподают педагоги балетной школы «Щелкунчик». Вот опять же, да, это довольно сложный тоже бизнес, все это отрегулировать. Но мы очень рады, что он у нас есть. Ну, смотрите, как минимум, да, для того, чтобы все это под одной крышей существовало, действительно должно быть какое-то невообразимых размеров помещение. Ну, оно у нас довольно большое. Большое, да? Да, 774 квадратных метра. Вот, и ресторан как раз, у нас не было в планах открывать ресторан как ресторан полноценный. Это уже... Ну, то есть поставить просто столиков несколько, да, и кофейку там заваривать, чтобы можно было... Ну, мы хотели сделать такое, знаете, кафе небольшое, именно вот в французской версии. Да, французское, чтобы там была очень качественная выпечка, десерты, какие-то сэндвичи, да, там, кофе, чай, там, какие-то коктейли. Но, как бы, помещение, оно уже диктовало свои условия. То есть у вас сейчас там супер-пупер ресторан, да? Да. Там можно пообедать, поужинать, что там? Да. Что угодно. Все что угодно, и, да, нас и наградили пальмовой ветвью не только за концепцию, но и за качество еды, потому что было признано, что у нас очень хорошего качества еда. А что за еда? Там у вас есть какая-то специализация или, в принципе, просто вкусная еда, Юля? Европейская у нас еда, в основном итальянская, французская кухня и какие-то блюда от нашего шефа. Мы смотрим, чтобы еда была вкусная, чтобы, естественно, для детей домашняя. И вот в таком тренде мы идем, чтобы людям было приятно приходить, да, не на какую-то конкретную страну, а вот именно прийти просто к чему они привыкли, что они любят кушать, но обязательно хорошего качества. Вообще мы в Рибомбеле с самого начала, так как мы обе финансистки, мы никогда не претендовали на то, что мы там умеем преподавать балет или развлекать детей как-то правильно или готовить, но мы знали точно, что нужно просто найти команду. И на каждое это направление, соответственно, мы искали свою команду. И на такие вот детские занятия, например, как там иностранные языки у нас есть в будни или на балет, мы пригласили просто профессионалов уже с именем. У нас балетная школа «Щелкунчик», у нас клуб носителей языков, потому что мы решили, что лучше мы заработаем здесь меньше и дадим возможность профессионалам заработать, но наше имя будет ствердиться чем-то качественным. Для нас это было очень важно, поэтому все, за что мы брались, те услуги, которые мы предоставляем, на самом деле наша площадка может еще больше предоставлять услуг. Но пока мы не нашли качественного провайдера, мы не будем это делать просто для того, чтобы наше имя не ассоциировалось с чем-то некачественным. На это нужно время. А что за идея по поводу провайдера, Игуль? Или рано еще об этом говорить? А, по поводу новых направлений? Мы, наверное, пока не будем раскрывать. У нас в планах есть открытие Рибамбели, не один, и они, скорее всего, будут еще больше. То есть вы замахиваетесь на полноценную сеть уже, я так понимаю, да? Или там будет принципиально, ну или не принципиально, но чем-то существенно отличаться один от другого. Ну общий концепт, он будет такой, что привести родителей и детей в одно место, чтобы им было комфортно, но мы хотим еще внедрить несколько направлений, именно развлечений для детей, интеллектуальных таких. Да, для нас вот слово интеллектуальное тоже очень важно, так как одно дело то, что мы финансисты, а другое дело то, что мы сами мамы. Для нас принципиально было неприемлемо, чтобы дети, приходя с родителями в взрослый ресторан, сидят и играют 4 часа на iPad, пока родители пьют вино. Но для нас, как мамам, это было невыносимо. И курят кальян, да? Да, наблюдать. Как известные персонажи. Поэтому мы сделали такое место, в котором дети не хотят играть в iPad, и при этом у нас нет никаких компьютерных игр или каких-то там вот, ну, чего-то похожего, да, хотя нам некоторые компании предлагали даже бесплатно для своего промоушена поставить там всякие приставки. Мы принципиально отказывались. Ну а самый элементарный телевизор и мультики включить? У нас этого нет. Тоже нет, да? То есть вы целиком за то, чтобы, да, ребёнок от и до... У нас есть телевизор, но он транслирует балетные занятия в кафе. Для взрослых. Здорово. Здорово. Да, для детей у нас только... Ну, дети всё равно играют, но когда же в игре, они могут что-то узнавать, как-то развиваться. И мы считаем, что за компьютерными играми они, наверное, развиваются не так правильно, как если это более натуральное что-то. Это очевидно. Это очевидно. Тем более, приходится признать, да, что последние там несколько лет, а может и десятилетий, да, вот это отношение к развитию ребёнка, оно серьёзно поменялось. Да, к сожалению. Достаточно поставить компьютер дома, да, и всё, и можно ребёнком больше не заниматься. Ну, слава богу, что есть очень много родителей, которые нас в этом поддерживают. Им нравится то, что у нас нет телевизора. То, что ребёнок может быть занят три, а то и четыре часа подряд, при этом он не прикоснётся, вот опять же, ни к айпаду, ни к телефону, ни к телевизору. Ему есть чем заниматься, ему интересно. И ему интересно, ну, с каждой недели у него не угасает интерес, он хочет прийти обратно. Это очень важно. Я понял. Хорошо. Ещё такой вопрос. В этом случае люди, которые к вам приходят, да, ну, есть ли там разница возрастная, я имею в виду взрослых сейчас, да, социальная какая-то разница, да, можно ли об этом говорить? И, соответственно, дети, да, от и до, ведь каждого ребёнка надо занять, и занять чем-то специально, специфическим, да, в конечном итоге вот эта проблема как решается? Ну, есть ли такая проблема? Ну, проблемы нет, но так как мы, когда это всё строили, мы ориентировались на себя, то так получилось, что и дети более-менее в возрасте наших детей, мы приблизительно ориентируемся на детей, там, от двух-трёх лет и до десяти. И родители, это в основном молодые родители, которые понимают, что, когда они проводят своё время с детьми, со своими друзьями, то детей, в принципе, не обязательно оставлять с няней, да, они могут себе это позволить, но детям интересно проводить время с родителями. Пусть они в одном помещении делают разные вещи, но ребёнок подбегает, показывает, говорит, смотри, какие камешки, да, были, смотри, что я сделал. Это всё равно общение. Конечно. Поэтому у нас всё-таки родители достаточно молодые в основном. Очень много и бабушек приходят. Ну, или, да, или бабушки этих молодых родителей. Но изначально посыл идёт всё-таки от таких же, как мы, которые это ценят. Ну, вот даже с точки зрения маркетинга, да, вы когда рынок исследовали, хотя, опять-таки, вернёмся к тому, что в какой-то степени, да, вы эксклюзивную услугу предлагаете, но рынок вы исследовали, вот на ваш взгляд, да, востребована эта услуга кому прежде всего? Молодым родителям. Кем востребована? Молодыми родителями, да? Ну, так, молодым, да, продвинутым родителям, которые, как вот, да, как нам кажется, которые, допустим, много работают, и поэтому выходные дни максимально хотят эффективно своё время использовать и с друзьями, и с детьми, всё одновременно, всё качественно, потому что временно некачественно просто нет уже. Ну, есть ещё и мамы, которые сидят дома, и очень часто ведь бывает так, что ты хочешь встретиться со своими друзьями, подругами, да, но ты, у тебя дилемма пойти с ребёнком или пойти без ребёнка, пойти, если с ребёнком, то куда? Да, а у нас, получается, вот в будние дни, если мы так наблюдаем, да, то это мамы обычно, которые сидят дома, встречаются со своими подругами, приводят своих детей, и всем хорошо. Угу, всем хорошо, всем удобно. Кстати, заговорили о буднях, каждый день работает, да, я так понимаю, в ресторанах? Да, 7 дней в неделю. То есть это не воскресный отдых какой-то, да? Нет, 7 дней в неделю, да, с 10 утра до 10 вечера, и, конечно, до последнего клиента. Если в 10 вечера хотя бы один столик ещё сидит, мы не закрываемся, потому что дети бывают разных возрастов. Если это день рождения, то иногда им позволяет и до 11 бегать, и до 12, поэтому, конечно, дни рождения у нас очень, место для дни рождения очень востребовано, дни рождения у нас много, поэтому мы уже поняли, что в 10 вообще-то мы редко закрываемся, на самом деле и до 11, и до 12 работаем. Ну, раз в году, да, если говорить о ребёнке, наверное, можно позволить ему, да, побегать чуть дольше. Ну, конечно, когда я праздновала день рождения своего ребёнка в Рибомбии, то мы ушли и в 12 все, и ребёнок, все дети не хотели уходить. А в будние дни, да, больше народу, меньше народу, ну, по логичным причинам? Меньше народу, по логичным, опять же, причинам, да, но у нас есть постоянные гости, которые приводят детей на ИЗО, на английский, на французский, на балет. То есть у вас некий дом пионеров уже, да, если пользоваться... Ну, да, старый терминологический. Старый терминологический, да, то есть у вас работают кружки, да, у вас... Да, у нас есть расписание, по которым, да, проходят все эти занятия, и, ну, родители уже просто привыкли, они приходят. Ну, и мы специально, конечно, понимаем эту проблему будних дней, мы сразу предложили людям что-то, что для них было бы интересно приходить в будни. У нас есть и специальные пэккеджи для тех, для постоянных наших клиентов, и цены в будние дни отличаются, они дешевле, и даже на ресторан есть скидка в будни. Поэтому мы сделали все для того, чтобы люди, которые думают, например, приходить, не приходить, чтобы они выбирали все-таки приходить и в будни тоже. Так вот, если продолжить нашу беседу с точки зрения перспектив, да, я еще раз не пытаю вас, конечно, да, хотя было бы очень интересно, да, услышать, как вы видите вот ваши новые рестораны, да, насколько они будут более многообразны, что ли, да, более, более востребованы. Все-таки хотелось бы понять, вот эти ваши, как вы называете, кстати, клиентов, наверное, да? Гостей. Гостей, да, ваши гости. Вы знаете, было очень смешно, когда мы только открыли ресторан, так как мы были финансовыми консультантами раньше, и для нас мы называли их клиентами. Конечно, у вас уже... Клиенты нас очень ругали. А все наши ребята, которые из ресторанного бизнеса, которых мы наняли, они все время говорили, ну, девочки, ну так нельзя, это же гости, какие-то клиенты. Это наши друзья даже. Мы перестроились. Профессия накладывает. Это гости, да. Спасибо, и мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, вновь бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня мы обсуждаем оригинальные концепции столичных ресторанов, рестораны семейного досуга в Москве. И в гостях у меня Айгуль Мусаханова и Юлия Федоришина, основательницы и руководительницы ресторана Рибамбель. Давайте продолжим наш разговор. Еще раз я задам свой вопрос по поводу неких перспектив. Вот эти друзья, гости, да, гости, вы задумываетесь, и это вполне логично, на мой взгляд, о развитии собственного бизнеса. И тем не менее вот этот, ну, достаточно узкий сегмент, да, который вы сейчас, в котором вы сейчас работаете, позволит вам существенно расширить бизнес, как вы думаете? Да, сейчас мы работаем над развитием нашего бренда, то есть Рибамбель, он стал уже известен. Многие дети уже с двух лет выговаривают это слово, даже если родители не могут. Это важно, да, потому что мы работаем на будущее. Как мы говорили, у нас уже сейчас четыре бизнес-направления, да, в одном месте. И то, что вот мы эксклюзивные дистрибьюторы вот этих волшебных домиков, у нас он тоже на многие годы, этот договор. И мы собираемся развивать эту сеть и компоновать эти четыре направления, и добавлять что-то новое, что-то убирать. Это уже будет в зависимости от района, от помещения. Это ни для кого не секрет, что помещение – это большая главная боль в Москве. Ну, тем более, да, у вас такие серьезные квадратные метры, это нелегко, наверное, да? На самом деле. Это оказалось легче, чем то, что мы планировали изначально. То есть большое помещение проще снять, да, в Москве получается? Так оказалось. Да? Да, и сейчас, когда мы, вот откровенно говоря, когда мы ходили с презентацией, говорили, мы такие умные, у нас MBA, у нас западное финансовое образование, мы много лет… Это помогло, кстати, вот, когда вы ходили с презентацией? Нет. На нас смотрели очень скептично. И нам, в принципе, очень сложно было. Мы на радио, мы не можем вам сказать, как на нас смотрели. Ну, я догадываюсь, но, тем не менее, не совсем вижу в этом логику, да, приходят, ну, девушки, симпатичные девушки с дипломом MBA. Ну, я думаю, как бы, да, сразу зеленый свет. Ну, по крайней мере, нас слушали, потому что у нас были эти дипломы, и мы знали, как сделать эту презентацию так, чтобы нас слушали. Но все равно, так у нас нет было за плечами построения собственного опыта. Тем более, там, дистрибьюция домиков, это вообще там, дистрибьюция – это отдельная тема, ресторан – это отдельная тема. Мы тут замахнулись на все, и такой концепции не было, еще как новая концепция не очень понятна, поэтому люди по-разному относились. Концепты и вам в то время были не очень поняты, я так понимаю, да? Нет, почему? Мы ее придумали, но ее просто нигде не было в мире, поэтому мы не могли показать на одной площадке вот все то же самое, как это оперируют. А смотрите, да, как вот там, вот так же мы хотим сделать, а этого нет. Но мы точно понимали, что ни одно из этих направлений нельзя выкидывать из этой концепции, иначе это уже не то. А, кстати, кто-то предлагал компромисс? Ну, хотя вот с самого начала вы говорили, да? Либо это ресторан, либо это детская площадка. Вы говорите, нет, ну мы хотели бы совместить, и плюс еще вот это, вот это. И тогда вам говорят, ну давайте так, вот это уберем пока, это потом посмотрим, давайте начнем с чего-нибудь. Ну, мы встречались, да, с мужчинами, которые владельцы, ну вот этих площадок, которые мы хотели арендовать, они, конечно, были более опытные в бизнесе, и давали нам советы. Да, да, да. И мы вежливо отказывались от совета, и просто то, что мы верили в свою концепцию, как казалось правильно. А я сейчас продолжу, я просто к чему начала про презентацию, говорю, что сейчас, когда мы это уже сделали, и уже есть результат, то сейчас бывает вообще необычная история, когда заходит просто человек в ребамбель и говорит, где тут ваша основательница, я хочу с ними поговорить. У меня есть для них площадка, мне нужен второй ребамбель вот рядом с моим домом, то есть теперь уже мы практически можем выбирать. Это очень приятно. Это очень приятно, и это очень важно, потому что все знают, что в Москве это самая большая головная боль, это снять помещение, чтобы там можно было припарковаться, чтобы там были окна, чтобы там был достаточный киловатт, это практически и по разумной цене. Да, да, по разумной цене это первое, наверное, и все остальное по списку. Кстати, когда вы открывали этот ресторан или будете открывать многие другие, то, естественно, приходят некие органы, которые вам говорят, вот это должно быть так, вот это должно быть так, это эдак. Учитывая, что вы еще, да, ваши дети связаны с детьми, наверняка этот список просто запредельный. Да, но тем не менее мы... Как вы с этим справляетесь просто? Ну, знаете, на самом деле, опять же, да, здесь нам помогало наше образование, мы ничего не оставляли, а потом как-нибудь рассосется. У нас такого не было подхода, и поэтому изначально... Это, кстати, не совсем российский подход, вот то, о чем ты сейчас сказал. Потому что, да, ментальность позволяет, да, затевая бизнес в России, говорить так, так, давай мы сейчас вот это сделаем, а вот это, ну, это потом может быть как-нибудь... Нет, мы этого не делали, потому что ответственность очень большая. И мы понимали эту ответственность, да, когда мы, в принципе, все начинали, даже на бумагах. И как раз эти все вопросы мы постарались решить до того, как мы, в принципе, все затеяли. Да, до того, как мы заработали во время строительства. Там же очень важно, да, стена 5 метров сюда или сюда, то есть что внутри этой стены, все эти акты скрытых работ. Это все мы делали, мы все это проделали, это была большая головная боль. Мы оббегали очень много инстанций, и там был уже даже какой-то замкнутый круг, когда ты бегаешь от одной к другую. Но, тем не менее, мы это преодолели, да, это головная больная. Сколько прошло времени, ну, условно говоря, от рождения, ну, даже не от рождения и идеи, а от каких-то первых шагов до... Была ленточка красная, да, разрезали. У нас, самое главное, два этапа. Первый, это 5 месяцев, когда мы искали помещение. 5 месяцев искали. Каждый день. И потом, когда мы уже его нашли и подписали договор, все заработало очень быстро. Мы сделали ремонт фактически за 3,5 месяца. Причем ремонт, это не только косметический ремонт, это вся инфраструктура. Ну, и до этого мы делали где-то месяц все документы, потому что, как Айгуль сказала, мы сразу хотели сделать все правильно. Поэтому пока мы сделали все проекты в соответствии со всеми нашими сложными законодательствами. Но на самом деле все равно полезно этим заниматься, потому что тогда ты уже сама начинаешь разбираться в том, что какие эти правила, да, они очень часто, ну, не очень логичны, откровенно говоря. Но, по крайней мере, ты можешь на эту тему вообще обсуждать с человеком, если кто-то придет к тебе с каким-то вопросом. А если ты совсем ничего не знаешь, то потом, наверное, сложно разбираться. Ну, понятно, аргументировать сложнее будет, да? Если тебе сказали, ты поспорить вряд ли сможешь, потому что не знаешь, по большому счету, о чем. Мне очень важно, смотрите, вот, опять-таки я подчеркну, да, две хрупкие, очаровательные девушки затеяли какую-то глобальную просто идею. И, что самое главное, они ее сдвинули, несмотря на огромное количество препонов, я вот именно поэтому делаю акцент, да. Наши слушатели, как правило, значит, заинтересованы достаточно, да, следят за нашими эфирами, именно потому что существует проблема. Вот есть некая российская действительность, да, которую вы прекрасно знаете, да, все мы знаем, с точки зрения бизнеса или, да, с точки зрения бытовых каких-то взаимоотношений. Существует некая российская действительность, в рамках которой сложно заниматься делом, сложно, или кто-то даже скажет невозможно, но есть такие точки зрения. Вот мне очень важно именно ваше, да, объективное мнение по этому поводу. Все это решаемо все же, да, Юля? Да, ну главное здесь желание, оно у нас было просто неимоверных размеров, мы себе просто не могли представить ни другого выхода, кроме как сделать то, что мы хотим, это, конечно, нами двигало. Ну, естественно, там мы, так как мы обе из Москвы, нам было гораздо проще это делать, все равно всегда это проще делать там, где ты живешь. Понятно, что если сейчас приедет какой-нибудь иностранец или человек из другого города, ему это будет делать все сложнее, потому что все равно ты там кому-то позвонил, что-то спросил, там кто-то тебя с кем-то познакомил, кто-то тебе по дружбе дал совет, это всегда очень спасает. Ну и потом, конечно, ко всем нашим друзьям обращались с вопросами, с просьбами, и, ну, на самом деле, все, кто мог, все как-то помогали, рассказывали, и ребята, у которых там свои рестораны тоже нас очень сильно и просвещали, и смотрели на наши планы. То есть это не то, что мы такие прям родились талантливые и просто сами нарисовали ресторан. Нет, у меня именно такое впечатление вот сложилось из сегодняшнего эфира, что вы какие-то необыкновенные просто, Айгуль. Вы знаете, мы делились своими проблемами и идеями, и мы не боялись делиться идеями, там, что кто-то эту идею украдет или еще что-то. Мы действительно ходили, делились, рассказывали все и слушали, самое главное, когда нам что-то советовали. Это очень помогает. Я подумал о том, что, ну, опять учитывая, да, специфику вашего бизнеса, присутствие детей, я подумал о том, что ваши гости, Юля, гости, да? Да, да. Ваши гости, люди, ну, во-первых, я бы сказал так, сейчас я подберу слово, ваши гости, ну, заинтересованы вообще не друг с другом. Вот давайте так. Так ли это, да, можете вы вот об этом рассказать, и в конечном итоге, наверное, если вот это хорошее впечатление, да, о том, что я увидел, когда пришел со своим ребенком, это хорошее впечатление я передам своему знакомому наверняка, а могу выложить это в социальной сети в какой-нибудь, в одной из известных, да, и таким образом вот это количество людей, да, вокруг вашего заведения, оно растет и ширится. Вот это вы каким-то образом используете? Вы знаете, что касается заинтересованности людей друг в друге, действительно, мы наблюдаем то, что у нас родители, они стали более открыты, что ли, к знакомствам, у нас такое же даже parental networking получился там, то есть они пришли к нам, они у нас познакомились, и теперь у них есть интерес встретиться там еще раз. Ну, ребамбель, я бы даже вот так предложил. Да, и они приходят со своими друзьями, все новыми и новыми, действительно, это работает, сарафанное радио, да, то, что называется, это работает. Насчет социальных сетей там бывает по-разному, я думаю, об этом и не будем пока говорить. Вот, но, конечно же, наша таргет-аудитория, это та, которая пользуется социальными сетями. Вот, мы в основном стараемся сами выкладывать все, что у нас происходит, естественно, это с разрешения родителей, потому что очень интересно людям наблюдать, а что сейчас там делается, да, это некое такое подглядывание в скважину. То есть мы так вот общаемся. Нет, ну это здорово. А у вас, кстати, есть ресурс какой-то интернет? Да, конечно, у нас все, да, и все социальные сети, мы активно работаем с ними, у нас есть человек, который там постоянно регулярно информирует о наших новостях, все что угодно. Так как у нас направлений бизнеса много, новостей у нас тоже очень много, и каждый день отправляем новую информацию, у нас появилось это, у нас появилось то, сейчас у нас городской лагерь для тех детей, которые застряли, например, в Москве на неделю, там, между бабушкой, морем, дачей, ну, бывает такое, да, ребенок растет неделю в Москве, еще вдруг неделю в Москве. Мы специально разработали тематические смены на неделю именно, ребенок приходит в понедельник, начинает что-то учиться, например, школа шпионов была на прошлой неделе, в пятницу у него вот уже complete course, что называется, дети рады. И при мне мама спрашивала ребенка, говорит, вот здесь есть такой лагерь, ты же на следующей неделе в Москве, ты хочешь с няней дома сидеть или будешь сюда каждый день ходить? Ну, вы понимаете, что ответил ребенок, он сказал, хочу в Рибомбель. Я догадался, да, здорово, здорово. Кстати, если говорить вот о летнем досуге детей, нет мысли, какие у вас, какие-то загородные варианты Рибомбеля, да, ну, может быть, не на постоянной основе, а именно вот в сфере летних каникул. На самом деле сложно сделать такой поп-ап Рибомбель, да, временный, потому что, опять же, есть очень много бумажной работы, которую нужно сделать, и пока ты ее сделаешь, просто лет закончится. Вот, поэтому нам, конечно, очень не хватает открытой площадки, и мы хотели быть где-то в парке, да, там в более каком-то компактном варианте, но, как вы знаете, парки уже заняты. Да, 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 просто нет предложений, видимо, пока. Но, с другой стороны, Юля рассказывала о том, что люди, да, уже сами приходят и говорят... Ну, они, да, зовут нас дальше. Ну, это бизнесмены, да, парки, это немножко другое, мы пытались тоже еще на уровне презентации рассказать паркам, какие мы будем замечательные, и хотели сделать такой более социальный проект, но с парками у нас как-то не получилось. Ну, бог с ними, с парками, в принципе, наверное, логично говорить о том, что, опять-таки, да, если вы непосредственно занимаетесь с детьми, то какую-то поддержку, да, какое-то участие, наверное, и муниципалитеты, да, ну, государственные органы должны оказывать, как вы думаете? Ну, мы строили проект, исходя из того, что мы ни на кого не рассчитываем, да, потому что, конечно, у нас деклараций много, что кто-то тебе поможет, но по факту это очень сложно, да, получить какую-то помощь от государства, поэтому мы просто построили проект, да, который самоокупаемый. Я согласен, что по факту это сложно, но, с другой стороны, да, вы сами изначально, да, на это не рассчитываете, не обращаетесь за этой помощью, можно предположить, что через какое-то время придет кто-то из, я не знаю, там, из управы и скажет, ребят, какие вы молодцы, давайте мы вам вот это еще, да, поддержим вас, да. Мы, на самом деле, смотрели на разные заброшенные здания, там, подвалы, частности, и просто какие-то первые этажи. Такое их огромное количество. Их огромное количество, но мы их смотрели вот эти пять месяцев, что мы ходили сами пешком, да, по районам, ну, потому что, да, объявлений-то нет, что они пустуют, мы находили номера, звонили, но там есть проблемы, да, некоторые, чтобы занять эти помещения, там, мы готовы были их привести в чувство. Ну, да, в божий вид. Сейчас, извини, пожалуйста, расскажем об этом подробнее после новостей, новости на Финамов. Ну, что ж, друзья, вот так, как всегда, интересная беседа, очень быстро летит время, осталось у нас всего лишь 12 минуточек нашего эфира. Я напомню, что сегодня в бизнес-классе мы говорим о оригинальных концепциях столичных ресторанов, о ресторанах семейного досуга в Москве, и в гостях Айгюль Мусаханова и Юлия Федоришина, основательница и руководительница ресторана «Рибамбель». Я думаю, через некоторое время можно будет сказать так, а Юлия, Юлия основательницы «Рибамбель» просто, да, без всяких вот этих ссылок. Да, конечно. Ресторанах. Все прекрасно будут знать, да, о чем идет речь, и, соответственно, все это будет все читаться. Так вернемся к участию государства, которое не инициирует наверняка, да, но, с другой стороны, и вы сами не просите. Я правильно понимаю, Юлия? Ну, так вот сказать, что мы просили, конечно, мы не просили, да, но мы просили как бы по-своему, да, мы хотели взять заброшенное какое-нибудь помещение, привести его в божеский вид. Вот вспомним, да, недавнее прошлое, вот вы идете, ищете, так сказать, помещение для ресторана, видите более-менее приличное, заброшенное, да, никому не нужное, вы что, идете куда там, в управу, говорите, ребят, дайте нам, мы сейчас как... Даже дворники дают номера, правда, ну, действительно, они же все знают, мы общались с охранниками, с дворниками, они нам рассказывали на самом деле, кому принадлежит помещение, куда можно позвонить, да, не получилось, но, вы знаете, я... Ну, подожди, куда можно позвонить, вы звонили туда? Мы звонили, да, а там... И встречались. А, и встречались, да. Ну, иногда встречались, иногда с нами не хотели встречаться. Сразу вам говорили, да, ребят? Да, ну, вы знаете, я к чему хотела вернуться, к государственной поддержке, на самом деле, ну, государство, оно же, в принципе, не должно поддерживать, ну, мы сделали хороший коммерческий проект, он работает, если государство бы не мешало, это уже было бы очень хорошо, и, мне кажется, немножко неправильно, у нас все все время жалуются, что государство должно что-то дать, там, бесплатно, но тогда, из-за того, что как раз государство очень много кому чего-то дает бесплатно, у нас получается, что и нет конкуренции, нет нормального бизнеса. Ну, да, один дает бесплатно, да, а другие не могут и за деньги это делать. Да, другие, соответственно, уже, получается, у тебя нерыночная конкуренция, и тебе очень сложно сделать это за деньги. Мне как раз кажется, что было бы хорошо, если бы государство просто сделало, там, прозрачные правила, и никому бы ничего бесплатно не давало, и тогда бы у нас была бы нормальная конкуренция, все бы строили свои проекты, да, потому что придумывать заранее убыточные проекты очень интересные, но... Это сложно доказать, насколько он интересен, насколько он социально полезен, и вот почему именно ты, это уже все равно уже очень субъективно. Да. А с коммерческой точки зрения здесь все понятно, ты сам веришь в свой проект, ты сам инвестируешь деньги, сам над ним работаешь, и вот ты добиваешься своего результата. И как раз, мне кажется, самое главное было бы вот просто прозрачные законы, да, и, может быть, поддержать там вот такие малые бизнесы на первом каком-то этапе, в плане налоговых каких-то льгот. Совершенно, как правило, об этом мы говорим, что, да, малый и средний бизнес не так легко в сложившейся экономической действительности, именно потому что нет, да, не на что опереться, не на что опереться. Ну, понятно, что человек, да, затевающий дело, вот, он очень часто еще, так сказать, да, чувствует себя не очень уверенно на ногах, если здесь в лице государства, да, была бы хотя бы какая-то поддержка, ну, вот с точки зрения, да, там, льготные налогообложения или там какие-то льготные каникулы, да, ну, я не говорю про предоставление по низким ставкам арендам, да, помещениям, которые необходимы. Здесь вариантов-то много было бы. Кстати, а вот если все же на это надеяться, что рано или поздно, ну, условно говоря, это случится, инициатором этого, кто будет, само государство или бизнес-сообщество, которое соберется однажды, да, вот Юрий, Альгуль, еще кто-то подойдет и скажет, ребят, давайте пойдемте все же и попросим, потребуем, я не знаю, предложим это взаимодействие. На самом деле это сообщество уже есть, мы с тобой были на нескольких форумах, когда бизнесы собираются и говорят, давайте. Нам нужно вот это, да? Нам нужно вот это, да, всех выслушивают, конечно же, но это все-таки огромная машинка и... Не так легко все это, да? Ну, не так легко, программ много, но пока они там все заработают. Мы разговаривали с людьми, которые действительно пытались активно получить какое-то государственное финансирование, некоторые даже получали, ну или оно очень маленькое, или очень сложно доказать, что ты вот именно, тебе его нужно дать. И все равно на пути же стоят люди, которые, может быть, не очень заинтересованы, чтобы тебе что-то дали. И поэтому человеческий фактор и вот это вот государство, оно, я думаю, еще много лет займет, пока заработает. К сожалению. Поэтому лучше надеяться на себя. Это правильно, это правильно. Ну и дай бог, дай бог, чтобы все у вас получалось. Мы опять-таки вернемся к теме оригинальной концепции столичных ресторанов. Вот еще раз я напомню, да, ваша оригинальность, это то, что бизнес с детьми связан. Ну, бизнес, правильно? Мы совместили то, что раньше не совмещали. Именно поэтому вот в этом конкурсе «Золотая пальма в ветвь» досталась нам за самую интересную ресторанную концепцию 2013 года. Как раз потому, что до этого никто не делал, не совмещал. И сейчас мы едем в Бельгию на финал, будем защищать Россию на финале международном, потому что эта премия, она международная. И для нас она, конечно, была очень важной победой. А как звучит еще полностью название? Это премия за что? За лучшую ресторанную концепцию. Лучшие ресторанные концепции? Да. Но там оценивается все. И ресторанная часть, и вот что называем мы концепцией. И это тоже оценивается. И тиражируемость, и окупаемость. То есть там очень много факторов, по которым нужно будет пройти. Которым соответствовать нужно. Да, нужно было именно доказать, что это бизнес. Что, естественно, если кто-то про что-то открыл поиграции, это прикольно и красиво, это одно. Но там с точки зрения инвестиций, окупаемости смотрели. То есть финансовые результаты будут еще оценивать? Да. Ну мы их раскрываем. Это нормально, да? Мы на премии, да, мы их раскрыли. Какая у нас ожидается окупаемость, что у нас сейчас есть, какие у нас были ожидания. Естественно, у нас есть и кредиты, и когда мы их собираемся вернуть. И насколько это все реально. То есть это все оценивается, да. И в этом году впервые зрители, ну, зрители, да, те, кто голосовали в интернете, и жюри, которое было прямо на финале конкурса, первый раз совпали их мнения, и мы получили приз зрительских симпатий, так называемый, от журнала «Гастроном». И вот саму золотую пальмовую ветку. Ну, пальмовая ветка именно за оригинальность была все же, да, за совмещение несовместимого. Да. Ну, именно ресторан еще с чем-то, да, то есть она, в принципе, за оригинальность, но в ресторанном бизнесе, да. Хорошо. Ну, дай бог, что вы получите главный приз и в Бельгии. Спасибо. Я, по крайней мере, искренне вам, да, этого желаю. Вернувшись в Россию, вы продолжите, естественно, работать там, да, о чем вы сегодня рассказываете, и о перспективах все-таки, если можно еще раз, да. А Юля, а Юля, о перспективах развития вашего бизнеса, и, в принципе, вот о этой нише, этой нише, да, ресторан, связанный или вместе с чем-то еще. Вы говорите, что эта ниша была свободна, вы ее заняли, и дай бог, чтобы там себя прекрасно чувствовали. Но согласитесь, да, чтобы это было, чтобы это было востребовано, да, наверное, одного либо меля мало в России. Да, этого мало, конечно, и поэтому у нас и есть большие планы. У нас, в принципе, на бренд Рибомбель большие планы. Мы изначально специально придумали такое название, которое ни с чем не ассоциировалось в России. Это, в принципе, новое слово для России. И мы это слово внедрили, и сейчас мы поднимаем этот бренд. Это должно стать нарицательным через какое-то время, да, чтобы все... Да, мы хотим, чтобы была ассоциация с чем-то с детским, с качественным и с необычным. И, естественно, у нас планы и по Москве. Да, у нас очень много таких комментариев, как «Мы очень хотим к вам в Рибомбель, но очень далеко до вас ехать». Москва, она большая, детей в Москве много. Вот, поэтому планы у нас есть и по Москве, и в регионах очень хотят нас видеть. Сейчас мы в этом управлении работаем, да. Ну, кстати, вот если говорить о расширении географическом, прежде всего, вашего бизнеса, что это может быть? Это может быть франшиза или это... У нас сейчас есть, да, запросы из регионов на франшизу. Поэтому сейчас ее разрабатываем, потому что открыть свое дело где-то и его не контролировать, это очень сложно. Поэтому франшиза, наверное, будет идеальным вариантом с точки зрения регионального развития. Ну, вот сейчас мы как раз над этим работаем, потому что здесь очень важно технически все это проработать, чтобы Рибомбель где-нибудь в другом месте был именно тем, что мы придумали. Это всегда важно, конечно, это всегда важно, потому что, да, если вы заключаете договор с своим партнером на условиях франшизы, то, конечно, ему надо объяснить, что, дружище, важно вот это, вот это и вот это. Ты, пожалуйста, соблюдай, потому что это наш бренд. Вот в этом списке, Юля, что? На что прежде всего, да, вы будете делать акцент, когда будете подписывать, условно говоря, эти контракты о сотрудничестве? На что? Что должно, да? Есть несколько таких якорных, да, вещей в нашем Рибомбеле. Например, то, что у нас в ресторане открыто кондитерское, и дети смотрят, как делается их десерт прямо в онлайн. И там же у них проходят кулинарные мастер-классы. А с одной стороны, никого не удивишь кулинарным мастер-классом, он проходит в любом ресторане. Но одно дело, когда тебе просто на стол выкатывают тесто, и ребёнок что-то сделает, куда-то унесло, принесло что-то другое, и ребёнок вообще не понимает процесс. Другое дело, когда он делает это всё вот прямо в помещении, в котором полный цикл. Это то, что у нас происходит в ресторане. В зоне творчества у нас как раз есть тоже своя тематика. У нас всё выложено так, как в магазине. Это всё красиво, это всё видно. И ребёнок сам может потрогать и выбрать, из чего он будет делать какую-то поделку. Тоже у нас очень много было советов и комментариев так не делать, потому что нам сказали, что сразу вас всё разворуют. Но мы подумали, что ничего страшного, много не разворуют. Но мы свою финансовую модель уже инкрустировали, вот это вот что-то разворуют. Выложили так, чтобы ребёнок мог сам пощупать, потрогать и взять. На самом деле, ну я не могу сказать, иногда бывают взрослые люди, которые что-то прихватывают с собой. У нас везде стоят камеры, но дети на самом деле никогда ничего не воруют и зря на детей вообще наговаривают. Это обязательно, потому что это и для развития, это для красоты, это для продаж, это для всего нужно. Ну и естественно, наш городок, который, это был первый городок такой в Москве с миниатюрными домиками. И так как нам посчастливилось ещё стать эксклюзивными дистрибьюторами по ходу всего этого, во что тоже никто не верил, а американский наш партнёр в нас поверил и прижал на открытие, он сказал, что это самый красивый шоурум вообще в мире его домиков. Он был просто счастлив. Конечно, домики, это просто придает другой совершенно вид детской площадке. Это обязательно. Глобальная площадка. Разделение. Разделение, да, потому что когда родители сидят в ресторане, они не должны сидеть и слушать всё, что происходит в городке, потому что это громко. А когда у тебя ребёночку уже 4-5-6 лет, ты уже его можешь там оставить на 30 метров и не смотреть на него, что происходит, ты можешь спокойно посидеть, чтобы отдать с друзьями. Кому за ним присмотреть, это всё очень удобно. Спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо вам огромное. Я ещё раз представлю сегодня в студии бизнес-класса Игоря Мусаханова и Юлия Федоришина, основательница и руководительница ресторана «Рибамбель». Мы говорили сегодня о оригинальных концепциях в столичных ресторанах. Вот, собственно, самые оригинальные за последние много лет, наверное, сегодня и озвучивали. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание и всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.